всем привет наконец-то накопилось моих находок на целое видео это все найдено буквально в течение нескольких дней первое вот такой вот кейс для батареек батарейки то есть мои кейс найденный хотя например эти четыре батарейки тоже найдены вообще было их больше удобная штука почему-то не обращал внимание бывает такое что на какие-то такие штучки не обращаешь внимание в магазинах а потом находишь их на помойках и думаешь блин а как я без них раньше жил хорошая же штука если бы большие батарейки и еще бы под 18 650 найти так ну вот этот телевизор я уже показывал на нем останавливаться не будем ему посвящено отдельное видео была найдена колонка от музыкального центра sony она была плесневелая сгнившая уничтоженная то есть колонка была целая в корпусе но у нее не было задней стенки и этот корпус был разобран с помощью рук то есть его даже отшибать не пришлось забрал переднюю панель динамики выкрутил отмыл это нижний динамик и их кстати еще не проверял они были очень очень грязные все удивительно чтобы сгнившие на усмерть колонки динамики вот из такого вот металла ничего нигде не заржавела коррозии нету это нижний динамик это средний динамик хотя по сути то они одинаковые просто у них разный колпачок вот эта вмятинка она в принципе исправима еще видно что грязь осталось потому что он весь был они все были прям пропитаны грязью и высокочастотник уже убитый видите он тоже все еще грязный весь я это еще ничего не проверял но забрал в общем то есть выкинул корпус вот такие вот колоночки компьютерные у них оторван провод с джеком от одной колонки отрезан шнур колоночки dvk но по моему это своим на самом деле двк это такой местный наш бренд был компьютеров вот у меня например стоит компьютер двк корпус сп или или как он или колорит как он там назывался не помню или color sheet это же двк вот эта колонка отрезана колонки под разбор корпуса выброшу посмотрите что с ними сделали оставлю динамики трансформатор пойдет в другие колонки как раз мне знакомый дал на неспешный ремонт колонки такие у них трансформатор оборвала и вот из этих колонок он туда и пойдет наконец-таки светодиодная гирлянда оторваны два провода она четырехканальная два канала не работают когда будет новый год и починю и оставлю себе потому что на четырехканально и вроде даже не мерцает оригинальные наушники airpods нужно отковырять сетки потому что они забиты и и плохо слышно прослушиваются высокие частоты коробочка была найдена как-то еще давно пустая а вот сами наушники были найдены в этот раз они были отмыты с мылом просто под краном они были липкие и сейчас они довольно таки уже нормально имеют вид их даже можно будет продать а главное что они работают просто они грязные вот такое радиотелефон panasonic даже цветным экраном блок питания есть в трубке стоят аккумуляторы у нее даже цветной экран но аккумуляторы не удается пока зарядить включал от других аккумуляторов все работает есть автоответчик цветной экран громкая связь бла-бла-бла в принципе такой радиотелефон еще может быть кому-то даже и пригодится такие радиотелефоны классные кстати вот это вот все было в одном месте к этому вернемся попозже еще вот это вот это было в одном месте вообще отсюда в принципе все то есть тут было одно такое жирное место найден вот такой вот телефон sony ericsson это тот редкий случай когда телефон на помойку вынесли и оставили его в видном месте я сначала хотел снять обзор но что-то пока не снял смотрите как этот телефон раскладывается можно так а можно так вот такой вот конструкции слайдер камера внизу в телефоне стоит аккумулятор но я поставил другой потому что он чуть-чуть распирает крышку почему-то он вроде не вздутый на крышку все равно распирает у телефона стереодинамики и он работает но я нашел в нем минус в нем нет карты памяти то есть это такой все таки не самый крутой волкман но интересный такой в нем много рингтонов тем всякого такого и у телефона есть интересный баг глюк такой частичный слет прошивки у него сломался русский язык не знаю сталкивался ли кто-то в sony ericsson с таким он он и подвисает потому что он забитый и у него сдох русский язык то есть если поставить русский язык то будут не слова а будут числа именно числа не знаю как такое могло случиться но вот так вот либо украинский либо английский либо что там еще было то немецкий может нужно его сброс сделать а по-хорошему перепрошить но телефон вот стерео динамики один правда направлен в одну сторону другой сбоку вот так вот стерео динамики в нем реализованы короче телефон порадовал телефон найден отдельно лазерный принтер canon древний древний у его еще даже lpt порт есть но юсб тоже есть он весь такой пыльный наверное пыль тонерная картридж установлен если честно я его еще даже не включал не проверял не знаю что с ним картридж hp даже а принтер canon возможно кстати есть такой картридж и какие-то два забирал в упаковках но бы ушные посмотрим принципе такие принтеры заправляются довольно таки легко вот такой лев старый уже понятное дело но все-таки забрал не знаю подарю кому нить его или продам как полу там уже как повезет принципе мне он не нужен он принципе например вот такая вот львица у меня есть она симпатичнее но все-таки решил забрать у него есть недостаток только не смейтесь вот о смотрите смотрите фокус еще то не получается это воспроизвести о видели то есть он пыльный его нужно стирать и зашивать пердак кстати такой немаленький выглядит неплохо но все-таки больше такой не интерьерный а детский потому что вот это все-таки такая более живая так дальше 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 перейдем вот к этому это все было с airpod сами еще кстати был струйный одноразовый принтер hp я его забрал но кинул в гараж не стал его нести домой тоже со всем этим хоть он и одноразовый но с вайфаем был найден вот такой вот nokia сейчас я его открою вот такая люмия даже батарея тут еще бель 5g стоит как 620 без вспышки телефону побитый а сзади состояние прям отлично и еще знаете вот иногда бывает такой прикол с телефонами софт-тач крышками они впитывают запахи и этот телефон приятно пахнет не знаю кто им пользовался но видно что случайно так получилось в общем не специально перед выбросом кинули именно случайно получилось что его разбили и давайте я включу я уже зарядил и к сожалению дисплея у него тоже имеет повреждения вот такие повреждения то есть вот это то что темнее это показывает то что светлее это вытекшие пиксели частом загрузится пока он загружается посмотрим вот эту коробку отдельно от коробки лежали вот эти вот наушники это наушники nokia они не пользованные видно если пользованные то просто не разматывался провод от одного из них и коробочка уже не nokia а microsoft lumia 535 dual sim давайте я открою эту коробочку и в ней мы видим целый телефон вот он загрузился тачскрин работает принципе кое-как даже можно что-то попользоваться потыкать вот ним стоит сим-карта но она уже не работает это не прочитанные сообщения то есть чисто по рофлу можно даже попробовать что-то с него поделать именно в таком состоянии хотя я думаю этот телефон принципе заслуживает и замены тачскрин и дисплей если они стоят недорого то что в остальном телефон рабочий и в довольно таки прекрасном состоянии вот он работает принципе можно выключить этому телефону можно сказать повезло чего не скажешь а 535 в коробке как и она наверное уже вы поняли лежит присланный телефон павлом помойным лисом а от этого телефона конкретно на этом телефоне установлена задняя крышка и аккумулятор кстати видно что этот телефон все-таки более покоцанный вот этот телефон от которого крышка тоже был в очень хорошем состоянии он как новый и также приятно пахнет пользовался ими один человек сейчас этот телефон выглядит вот так вот так здесь у нас что грязь до грязь так а внутри коробки таится то что осталось от конкретно этого телефона давайте на это посмотрим и ужаснемся коробка как новенькая а вот что осталось от этого телефона к сожалению я демонтировал touch screen потому что он крошится и это невозможно было это ужасно все это подбирать так резиночка датчиков осталось телефон имеет искривление по окошку камеры видно что телефон был в превосходном состоянии принципе я думаю нужно попробовать проверить эту плату и если безнадежно то вот это вот среднюю часть корпуса переставить сюда потому что она хорошая она лучше чем то вот инфа телефоне он не подает признаков жизни никаких и не знаю что с ним случилось специально его зафигачили или так получилось опять же но это точно не перед выбросом это точно так именно так получилось мне кажется у кого-то такое стечение обстоятельств скажем так то есть вот этот телефон который целый в более плохом состоянии этот телефон был в шикарном состоянии к сожалению но от него по сути ничего кроме корпуса и не осталось плата признаков жизни не подает тачскрин в крошки дисплей в крошки батарея даже помятая там но батарея все-таки работает а выжила чисто крышка вот так вот на этом телефоне даже было до разбития наклеена защитная пленка потому что короче в коробке лежала пленка вся в крошках плюс лежит еще одна пленка защитная вторая которую не успели наклеить но возможно я ее наклею сюда чего пропадать добру то хотя видно что она вмятая тоже приклеится она или нет тоже хороший вопрос так и что еще осталось нам посмотреть кстати вот эти вот находки вот эти люми радиотелефон принтер струйный которого нету earpods это все было найдено совместно с школьником одним ну который тоже шарит по помойкам и является подписчиком штребуха блять не меня а штребуха и мы с ним вот так чисто случайно познакомились мы с ним вместе это на самом деле нашли а пока мы все это смотрели нам прям в руки вынесли вот это маленькая сумочка и сумочка побольше начнем сумочки поменьше да на такое конечно у нас городе в рязани редко ведет это цифровая мыльница sony 7 и 2 мегапикселя трехкратный зум вот такая мыльница вот это стекло судя по всему она во первых толстая во она не гнется я люблю находить такие приятные мелочи шки я понимаю что они мало чего стоят но очень приятно почему там улице именно находите всякие такие телефоны плееры еще чего-то как видим она на батарейках карты памяти нету здесь ставится memory stick батарейки я вставлял фотик рабочий никаких дефектов нету состояние превосходное всем пользовались всю жизнь он пробыл вот в этом кейсе кейс тоже в отличном состоянии вот в этот кармашек я спрятал вот этот ремешок который на плечо или на шею длинный чтобы лишний раз не болтался и осталось вот это вот вот эти две сумочки нам вынесли прям в руки один человек хотите верьте хотите нет а здесь у нас видеокамера здесь лежит ремешок на плечо вот здесь лежит ави кабель джек на тюльпаны стерео кабель кстати и вот сама камера изначально я подумал что это sony но на самом деле это canon такая камера действительно стерео микрофоны вот я не знаю почему у меня таких меня такими вещами никто не баловал никогда их не отдавал но вот так вот найти на помойке и побаловаться вот такими вот девайсами очень приятно вот я когда находил камеру кассетную видео 8 соньку которая не закрывалась я тоже и радовался я просто подключал его к телевизору и вот так вот водил и смотрел через телевизор это у меня еще детство наверное из-за такой нищей жизнь жизни скажем так вот такая камера есть видоискатель цветной есть дисплейчик к сожалению сразу скажу камеру я не проверил потому что комплекте нет зарядки зарядка вот такая должна быть кнопочки тут всякие такой вот переключатель вот такая кстати шторка у нее вот это вот защитная она сломана здесь должны быть какие-то защелки упор которых нету то есть вот эта вот шторка она не ставится сюда ее наверное можно снять и выбросить потому что от нее нет никакой пользы установлен аккумулятор причем похоже на соневский может у них стандарт даже единый был которыми почему-то не получилось снять и вот здесь вот стоит накопитель на которой она снимает для открытия нужно потянуть вот этот рычажок их насколько я понимаю это камера мини-диви здесь стоит соневская мини-дивишная кассета и знаете в чем кайф я несколько лет назад нашел 50 не не 50 а 46 таких кассет записями а девайсов чтобы их воспроизвести посмотреть у меня нету а теперь у меня есть и камер я могу и по записывать на нее посмотреть просто вот так вот покайфовать и смотреть что на кассетах проверить кассеты это все в и денег стоит и такое забавное развлечение то есть на халяву получить такой девайс это очень приятно когда-то мы стоило огромных денег сейчас я выкинули просто потому что не нужна не просто не потому что хлам а потому что просто не нужна может ее бы не выкидывали типа мы там с этим пацанчиком на помойке стояли рылись ну наверное минут 15 и нам типа это вынесли вот так вот возможно это бы и не выкинули а может быть бы и выкинули на помойку не могу точно сказать есть еще покупки помойные то есть находки найденные не мной например вот такой вот каловый видак фунай который видимо всю жизнь пролежал в коробке и это не помешало ему закиснуть то есть у него пасеки задубели или еще чего то он кассету взять не может хотя панасонику который я включал при минусовой температуре в гараже панасонику было похуй а этот не хочет работать или например обоссан и кем-то и это не шутка dvd player bbc который обиделся и не хочет включаться а еще есть абсолютно рабочий плеер lg даже с пультом этот еще без пульта до него так руки пока не дошли разобрать и помыть нахрен но и самое вкусненькое из того что осталось домашний кинотеатр lg сейчас он стоит жопкой него нету ручки секунду такой вот кинотеатр у него нет ручки и он не хочет читать диски но усилитель вход аукс это все работает и это не может не радовать два пульта lg тоже от домашнего кинотеатра который идеально подходит к тому и от телевизора который был весь гадкий и засранный в супе супом и внутри пульта естественно и кнопку включения я потерял слив улетела пока его мыл она отвалилась уже этот без крышки тот даже с крышкой вот этот пульт он скорее всего вот от чего то вот такого потому что там вход один тут входов несколько вот наверное вот сюда этот пульт и пойдет и будет с ним дальше существовать то что достался мне без пульта были еще лампы для аквариума светодиодные их тут же продал кстати за 900 рублей за три штуки и вот такой вот htc desire 626 наверное видно что он целый но он ну да экран целый но он не включается не подает признаков жизни хотя мизерное какое-то потребление есть разъема но видимо нанд как обычно потому что вроде бы это htc на мтк мтк зло такая то он полежал запылился ну и вроде все такого особо больше ничего интересного не было зарядки наушники это все перечислять уже не буду потому что особо интересных таких не было все типичное часто встречающиеся но но при этом она даже расходится вот я например выложил объявление с зарядными устройствами для старых телефонов так и написал есть китайские есть бэушные оригинальные и знаете спрашивают иногда покупают так что не ленитесь не надо но своротить что типа да кому они нужны на чем буду морочиться за эти копейки знаете сегодня 100 рублей завтра 100 рублей после завтра 200 рублей вот эти зарядки когда будут покупать я продаю китайские по 100 рублей оригинальный по 150 и ведь они расходятся и более того именно по объявлению зарядками я получил 3 хвалебных отзывы на аккаунт вот такая странность что-то более стоящее покупают и молчат купят зарядку за 100 рублей и кайфуют еще отзыв поставить и пока классный продавец даже в 9 вечера ему откликнулся типа когда ко мне приехали прямо к дому в 9 вечера и забрали зарядки 2 вот так вот вот такие находки и не находки кому понравилось ставьте лайки и смотрите другие видео с находками и не только всем пока